Давайте немножко потанцуем под такую клёвую музыку, довольно необычное, наверное, приветствие, но, блин, эта музыка просто зашла ко мне в голову и никак не убирается Мирай Минато, композиция Токио Райдера. Ладно, хей, всем привет, с вами Никит Собакокат, и я продолжаю дальше играть в Love, Money, Rock'n'Roll, Болтинге, Rock'n'Roll. Наконец-то я достиг хорошей концовки, давайте чуть потише сделаем, достиг я, в общем, хорошей концовочки, это была Кагама, то есть предыдущее видео будет то ли по всем концовкам по руту Кагама, либо просто последнее видео по Кагаме, так сказать, которое выходит на хорошую концовку, да. Я на неё вышел, и я, наверное, в предыдущей серии вообще не выразил свои особые эмоции, но, так вот сразу сказать, я даже не знаю, но мне понравилось на самом деле то, что вот главный герой теперь, как бы, пишет и книжку, и танкооборот, и так, я, типа, правильно запомнил, танкооборот, и ваншот, в общем, написал и публикует ежедневники, поэтому, как бы, отлично. Типа, раз за героя, типа, меня напомнило, напомнило мне концовку, эту, из Бесконечного Лета, Лена Руд, типа, хорошую концовку, я думаю, не будет спойлером, хотя хз. В общем, кто не играл в эти игры, рекомендую, то есть реально Бесконечное Лето, вообще, честно говоря, вот пока, кстати, вот сейчас, пока не забыл, ЛМР, это не Бесконечное Лето, она вообще не похожа, ну, кое-какие моменты реально чуть-чуть есть, это чувствуется, допустим, Николай, это как чуть-чуть старый Семен, но на протяжении, ну, чем дальше проходишь, тем понимаешь, что ты нет, это не совсем тот человек, то есть, он даже и на моего героя не похож, хотя у меня тоже герой, то есть, у нас, в общем, у моего героя новеллы, у Семена и у Николая есть что-то такое общее просто, но все равно это разные персонажи, это чувствуется. Ладно, давайте назад, и вы пришли сюда, чтобы посмотреть видео, и я скажу, что я пойду на концовку, думаю, химицу, я хочу на рут выйду, я хочу вот, новая концовка, хочу выйти на рут химицу, сейчас мы будем делать все возможное, чтобы к ней выйти, я хотел изначально на химицу выйти, но вышел на Кагаме, это вообще удивительно, я надеюсь, я не выйду, на самом деле на Элли, на Кейтерин, тем более, не хочу я, поэтому давайте, эти падающие лепестки, которые видел, я сразу раздаваю, точнее, и три, ну, я образно, теперь будем ждать, пока будет эта перемотка идти, и да, я думаю, ответить надо, потому что нам звонит, так, алло, до свидания, так, да, родненькая, теперь мы пойдем на твой рут, будешь сейчас радоваться, мне даже было ее жалко, когда я, в общем, был с Кагамой, вот честно, вмешаться, думаю, на самом деле, это, конечно, хорошо, что с Кагамой так, но ептись колотить, а как быть химицу, типа, это все правда, или я не знаю, нет, у нее же ничего не отнялось, по идее, все нормально, я хотел на химицу идти, но ладно, так уж вышло, на Элли, на Элли я пока не хочу выходить, вообще, честно говоря, не имею никакого желания, пойти на обер-химицу, спасибо, за петлями я не побегу, я сразу говорю, блин, они такие смешные мелодии, когда ты прокручиваешь, о, не, я надеюсь, я здесь не встречу, просто иди отсюда, ничего не делать, побежать за гнишу не делать, а если побежал бы за Катерин, а, ну, не знаю, минус же не будет, если побегу за Катерин, ну, ладно, я потом, когда буду с Катерин, ну, на закрытые идти, то тогда, да, я подумаю, нормально, тут нас проверили, блин, игра вроде реально большая, но если вообще все пути и все концовки соединить, блядь, она большая все-таки очень, я скажу, о, блин, вот эту перемутку кто делал, вообще, молодец, респект большой, хз, тут, по-моему, ничего не будет, а хотя похрен нет, похрен, 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 когда будем на Катерина выходить, тогда я запомню этот выбор, а сейчас он не столь важен, я даже не знаю, здесь надо вообще, в принципе, не спрятаться, а если мы не спрячемся, что будет вообще, кстати, вот мне интересно, или это когда мы с Элли будем на самом деле мутить тёвки, то может тогда уже выберем, или сейчас именно конкретно, я не знаю, спрятаться или не спрятаться, не прятаться, но не прятаться, не, 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 вообще ничего не меняется, давайте тогда, когда я с Элли буду, буду, да, мутить тёвки, мутить тёвки, серьёзно, никогда не врите, они чувствительны к этому, сказать, что был с Кэтрин, не, а, нет, нет, подожди, а она же обидеться, если я совру, не, тогда, ладно, ничего тогда против я не имею, я просто думал, вроде как по повезти, она обиделась, а что будет вообще, что я должен выбирать, как я должен на ручки быть, выйти, я вообще не понимаю, вот сейчас, что на данный момент, я даже не знаю, что делать, ты влюблённый, я знаю, но уже все знают, что ты влюбился, да что, ничего не делать, сейчас поражаю, подождите, извиняюсь, хотя хватит тоже себя накручивать, почему мне не могло показаться, или это вообще, были оказанные люди, просто выглядели похоже, глубоко вздохнул, продолжил свой бесцельный путь, вот на этом есть он, в опытое времени, однако глядутся по сторонам, не перестал, но больше за мной никто и не следил, понятное дело, так что мне не врать химитсу, ой да, химитсу, так понимаю, как вытянут её концовку, вообще не знаю, типа, как, тихо, записка тайны, чё, ещё раз, впрочем, по тексту бы записки, было ей понятно, что и не стоило даже рассчитывать, давайте, вот, то ли на улице потеплело, то ли меня согрело алкоголь, а до дома я дошёл как-то уже чересчёк быстро, ну ладно, я прям вот так вот зачитаю тут, сосуда, под дверь лежала очередная записка у химитса, теперь-то она вполне могла открыть своим ключем, потому что я не заперся изнутри, приготовить мне ужин и ждать, как вчера, ну и чё, впрочем, по тексту записки было понятно, что на это и не стоило даже рассчитывать, но она что думает, это просто развлекаюсь, записки, тайны, записка, тайны, если не могу, я ей бы всём рассказать, это не значит, что не хочу, ну и что, ну было я на концерте, что такого, тут ничего такого не было, причина с и тому подобное, ну мне, ну реально, вот этот предвзятость, какая-то странная у химитсу, иди в жопу, а как вообще выйду, на что я выйду, я не хочу на коган выходить, что будет, пойти к химитсу, спасибо, но я тут уже был, и накричь, я тут всё был, всё дел, короче, продолжаем дальше свой путь, пойти, ааа, вот оно что, пойти к химитсу, да, во, 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 вот это вот, давай, не зачастил ли я к ней в класс сегодня, выходящие парни, мягко улыбились, и девушки многозначительно стреляли глазками, да, да, нельзя просто так в школе подойти к подруге детства, обязательно начнутся сплетни, оу, ну вот появилась и сама химитсу, увидев меня, она на мгновение смутилась, наверное, из-за истерики, что я устроил ранее, однако, почти сразу привычная улыбка, вновь озарила её лицо, не как он, привет, пойдём домой вместе, да, конечно, наконец-то теперь искать ответов не придётся, химитсу весело вышагивала под тротуару, наслаж тёплым осенним деньком, я же собирался с мыслями пытался решить, чего лучше начать непростой разговор, ты уже говорила с котей, всё равно перед смертью не надышишься, ты уже спрашивал, только мельком в коридоре виделись, да ладно, она мило улыбнулась и повернулась ко мне, в ярких лучах солнца и орожи волосы словно горели огнём, напинает чуть-чуть, знаете кого, ульянку чуть, но это не то, ладно, она мило улыбнулась и повернулась ко мне, в ярких лучах солнца и орожи волосы словно горели огнём, я смутился и отвёл взгляд, скажу сразу, не хочу, чтобы ты подумала, будто я специально подслушал, просто так вышел, короче, я сегодня осушил ваш разговор, какой разговор, выражение лица не изменилось, нежели ты действительно не понимает, скреты, как вы спорили, хотел добавить обо мне, но осёкся, а, этот, да мы осень не спорили, просто давно не виделись, я так рада, что я к этой тетян вернулась, серьёзно, что? я даже остановился и глупо уставился на Химитсу, но ведь я слушал своими ушами, то есть, по-твоему, это было не спор, не ссоры, нет, конечно, тебе показалось, или она уверена, что их никто не послушал, ну я же сказал, нельзя ведь так откровенно врать, при этом глядя в глаза, по крайней мере, Химитсу так точно не умеет, ну, ладно, мне пришлось согласиться, не обменять её же его лжи, о чём тогда вы говорили, да так, обо всём и, ууу, это новый спрайтик, да так, обо всём и ни о чём, ты же знаешь, женская болтовня, это хорошо, не думал, что у вас есть общие темы для разговоров, но они же подруги всё-таки, как бы, ну знаете, она действительно, а, ну если в смысле, типа так подслушал только, ну да, ладно, на лице Химитсу просказного недовольства, и она даже, не пыталась у вас скрыть, а почему нет, мы давно не виделись, я может тоже по ней скучала, в смысле, мы же были подругами, уточнила она, поняв, что её занесло, ну, хоть, для одного из нас, её возвращение в радость, я максимально искренне улыбнулся, я Химитсу покраснела, я Химитсу покраснела, и тут же сменила тему разговора, никакой, она отдала губки, ну что, опять же всякую гадость, это не гадость, хозяин бы твоих отцов плакал, так горько, чтобы Мэтт бы оказался пересоленным, ладно, но постоянного и есть нельзя, ну так я и не постоянно, у меня вообще считай королевская диета, будет для тебя, конечно, конечно, она щипнула меня за бок, ай, больно жил, я и сам не знамите, как разговаривала, что привычная, мы у нас стали друг другу, почти как родные, ведь всё так и должно быть, правда, несмотря на возвращение к этой, несмотря ни на что, ладно, сама напросилась, ааа, это сс, я это видел, я схватил кемиться за кино, на пчет, побежал по улице, мимо шарашенных прохожих, и я пожил, и как он отпусти, ааа, что ты делаешь, но мне было наплевать на всё, на чёпорных, хм, японцев, намного бы поверечена усталость, которые, как ни странно, не чувствовал, на безуспешной попытке Химицу вырваться, тебе было на всё, честно говоря, просто похуй, ну ладно, я ощущался живым, не как он, сказала она уже тише, и перестал сопротивляться, а, и всё, я думал больше будет, я остановился, и опустил её на землю, ну вот, Химицу схватилась за лацканы, моего пиджака, и прижалась ко мне, теперь голова кружится, ну да, пожалуй, переборщила, зато было весело, правда ведь, скрыть и тянь, ты бы так не стал, сказала она, не поднимая головы, конечно, она же тяжелее, я попытался глупо отшутиться, ну что, пойдём домой, удачно, начинавшаяся шутка, закончилась ожидаемым провалом, за всю оставшуюся дорогу до дома, мы перекинулись лишь пары, ничего не значащих фраз, в последние дни мы всё дальше отдалялись друг от друга, и этот мир близости, в конечном счёте, оказался лишь воспоминаниями, но всё равно, я кем-то кем, но вот и пришли, я приготовлю ужин, Химитсу, а, это вопрос был, Химитсу выглядело так, словно спрашивает у начальника цеха, когда заступать на смену, нет, не надо, у меня ещё дела сегодня, нужно в банк съездить, тут же соврало, чтобы избежать лишних расспросов, впрочем, не похоже было, что Химитсу это интересно, ладно, тогда до завтра, улыбнулась она почти искренне, я ничего не ответил, лишь проводил её взглядом до дверей, какой чёрт вообще, что, какой чёрт вообще, а, это всё, да, это да, не, а, это не, нет, ещё рассчитаем вот эту, давай, давай, рефлексии буквально накрыли меня с головой, чтобы хоть как-то отвлечь, я самозабедно срелил пиксельных монстров, на телеэкране, и сам не заметил, как наступил ящик, наконец-то, 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 ты играешь, Фомикомчик, Николя играет, Фомикомчик, наконец-то, на самом деле, просто я и ждал этого момента, пока он будет реально играть, голод не тёткой, все мои мысли тоже сконцентрировались на еде, вот бы сейчас ещё тарелку того ромена, горячего, с пылу с жаром, вкуснейшая лапша, ароматный бульон, кусочки мяса, и половина яйца, зелени, пряности, ну, как тут устоять, и что, ты пойдёшь, я попросусь у прихожей, уже обулся, как вдруг, тишину моего дома нарушила резкая треть телефонного звонка, не буду отвечать на книгах химицу, перед глазами сплое расстроенное лицо, нет, хотя бы сегодня она точно даст мне трубыть наедине с собой, и нехотя снял трубку, а вот, после долгого умолчения на том конце, послушал знакомый голос, Николай, это ещё, так это, ну ладно, яичиносы, Николай, это яичиносы беспокоит, старый друг отца оказался взволнованным, я тоже вспомнил вчерашний разговор, Николай, я звоню по поводу до вишневого разговора, я слушаю, звоню, чтобы сказать, что Акиру искать не надо, не надо, почему, ты же не, да всё это я знаю, ну я, я это читал, что за хрень, ну ладно, он остановился на полосу, подождите, так это мы читали же, а, нет, подождите, подождите, нет, мы же искали, звонили, чтобы сказать, что Акиру искать не надо, не надо, почему, ты же не, он остановился на полусловии, нет, честно говоря, как-то времени не было, ну и хорошо, до меня дошли сведения, что он, умер, умер, с улицы доносились весёлые детские крики, последние лучи, ещё тёплого оседнего солнца, приятно горели, а меня прошиб холодный пот, ищу носу сан, это же никак не связано с моим отцом, с его работой, нет, 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 что ты, и голос звучал успокаивающе, говорят, сердечный приступ, он был уже не молод, а, даже вот так вот, пока молчал, вот, набавил, всем там когда-нибудь будем, мне очень жаль, ладно тебе, ты его вообще не знал, но всё равно, если он был вашим другом, другом отца, да, мне тоже жаль, что больше я ничем не могу тебе помочь, причём, по поводу работы твоего отца, Акира был моей единственной догадкой, ничего, вы и так сделали всё, что могли, если бы мне удалось сделать больше, стандартный японский обмен любезностями, уже начал меня утомлять, как бы то ни было, Чиносо-сан, если что-то вспомнить, я буду радовать любой информацией, конечно, конечно, спокойной ночи, вырежет наверняка, хотя зачем врать о смерти счёта, если он не умер, бывает и такое, что можете соврать, вдруг я брошусь на его поиски, и таки, а ты чё? Тогда подобная ложь вызовет обратный эффект, нет, наверное, это просто тупик, если у меня не получится разобраться во всей этой ситуации, то придётся зайти с другого конца, и начать сначала, окей, если это так тебе удобно, когда я вышел из ромена, и на небе уже ярко горели огоньки далёких звёзд, как маленькие фонарики, подвешенные высоко над облаками, кажется, в России звёзды ярче всего в конце августа, сколько конец августа, на самом деле, ты же знаешь, ты же знаешь, что я не сомневаюсь, ну блин, ну просто я играю на релизе, можно так сказать, кажется, в России извёздно ярче всего в конце августа, с океана подул холодный, с сырой ветер, я поёжу всё на душе, тут же стало невыносимо тоскливо, возможно, где-то в самом центре Токио, ещё кипела ночная жизнь, и мой район с наступлением сумерек засыпал, улицы пустели, допозднившиеся горожане, спешили домой, где еждовали вещи, семей, горячий ужин, совсем не то, что мой район, если бы я не посадился сегодня с Химицу, да, впрочем, можно ли назвать это ссорой, ни криков, ни питья посуды, ни бордобоя, наконец, просто натянутая молчание, недомолвки, нерешительность, ну, тоже мне, да, именно нерешительность, я просто не знал, что чувствую к ней, особенно сейчас, когда вернулась к Этерин, это хвост ее нахуй, это Кэтрин, тоже мне, принятие любовь было бы проще всего, но не сделали я тем самым, только больнее нам обоим, будут ли в итоге эти отношения искренними, это просто добавил к функциям домоработницы, еще и любовницы, понять это слово я ненавижу, на самом деле, она прям колит меня, если честно, а в итоге Химицу меня просто возненавидит, как и я себе, ну все, выходи, впрочем, здравое рассуждение, хороши на свежую голову, пустой дом в среде у меня, звенящий тишиной, холодом, осенние ночи, ты спать уже все, я долго стоял рядом с телефоном, не думая ни о чем конкретном, нет, я точно не собираюсь никому звонить, скорее ждал, что позвонит мне, однако, стоял в час уже, пробежаясь к полуночи, я выглянул на улицу, но в ее окнах было темно, ну окей, почему со мной всегда так, сначала сам отталкиваю, а потом страдаю, наконец на меня накатила усталость, это стало желанным избавлением, а это зуб такой, я его только сейчас, только слышу, я растянулся на кровати, заколбазай сразу закунулся, автоприятную для ремонта, когда знаешь, что вот-вот заснял, что блин, вот это вот благодать на самом деле, давайте я сохранюсь, на самом деле, молоко не налил, блин, ладно, так, ну по поводу химицу, я надеюсь, я все правильно сделал, я иду на хорошую концовку, то есть тут рут будет большой, мне кажется, да, да, возможно, и что теснулись, вставай, звенел в голове чей-то голос, словно по-жилому делали лоботамию, вот это вот уже что-то новое, действительно, бля, тут много всего написано, ну ладно, словно по-жилому делали лоботамию, вставай, никак он, вставай, вставайте давай, я с трудом открыл правой глаз, боли резко перескочила в левое полушарие мозга, ну вот, с обовлечением вздохнула химицу, сегодня же суббота, выглашала, перевернулся на другой бок, пятница, вставай, она начала трясти меня за плечо, ну хватит уже, наконец мне это надоело, я скачил с постели, видишь, не так это куда было, химица улыбалась, у меня трусы, словно все было в порядке, впрочем, а почему что-то должно быть не в порядке, я посмотрел на часы, принципиально придерживается своего привычного распорядка дня, но почему тогда я чувствую себя так паршиво, завтра какать, сегодня вообще не будет, надулась она, ей-богу, как хомячок, что смешного, ничего, просто, ты выглядишь забавно, химица покраснела и забегала глазами по комнате, ну да, забавно, как хомячок, она толкнула, она топнула ногой, зашипела и быстро вышла из комнаты, химица всегда выглядит смешно, когда злится, вот только это все скорее игра, настоящее чувство и эмоции, она привыкла скрывать, и даже я не всегда понимаю, что творится у нее в голове, в тот или иной момент, а вот она как теперь завтра хоть, на столе стоил традиционный завтра в японском стиле, пожалуй, сейчас не самое время воротить нос и копчить себя гурмана, так что я сел и молча принялся за еду, это приятного аппетита, но я все-таки прочитаю, это стандартная фраза, которая в японии принята говорить перед едой, дословно я принимаю, примерно аналог русского приятного аппетита, а, ну если так, ладно, это таки массу, она хочет серьезным голосом сказала химица, я помню, как я 7 дней где-то играл, и там говорила Мику, помню, и Семен тоже, это таки массу, как-то вот так вот я озвучил, когда играл, у меня ролик на канале есть, так что можете глянуть, она хочет о серьезном тоном сказала химицу, ага, прохрюкал, прохрюкал я в ответ, ага, вот так вот как-то, прохрюкал я в ответ с набитым, ага, никакой, да вообще не обращаешь внимание, на то что происходит вокруг, это почему, спишь как убита, если ночью кто в дом заберется и обворует, да что тут у меня брать, а что тут такого, я рассмеюсь, я подавился, закошлял и вскочил, чтобы найти стакан холодной воды, а что не так, я не пойму, спишь как убитый, а если ночью кто в дом заберется и обворует, ну ладно, окей, я рассмеялся, провелся, закашлял, закашлялся, и вскочил, чтобы найти стакан холодной воды, а вором, откуда, улица, дом выглядит вполне ничего, ты правда думаешь, что грабители идут на дело, просто так не разузнал все предварительно, и как же я не разузнает, а, как, не знаю как, ты считаешь, что я по ночам подрабатываю домушником, просто я вчера видел подозрительного человека тут рядом, а вот чему кто это, ну ладно, подозрительного человека, да, он что-то высмотрел у тебя в окнах, и скептически хмыкнул, и Химитсу смутилась, ведь мне так показалось, конечно за последние дни, чего только не случалось, но нельзя же абсолютно все списывать на происки врагов народа, конечно за последние дни, чего только не случилось, но нельзя же абсолютно все списывать на происки врагов народа, тем более в данной ситуации, кажется Химитсу просто хочет подъедать к себе внимание, но нельзя же абсолютно все списывать на происки врагов народа, странно честно написано, как мне кажется, тем более в данной ситуации, кажется Химитсу просто хочет подъедать к себе внимание, и на то есть причины, в последнее время я действительно ее частенько игнорирую, так о чем он был подозрительным, человек этот твой, он не мой, Химитсу стала с остерленением, принялась мыть посуду, Эй, ну я ведь не доел, я попытался отнять тарелку с мясо, почти полную надо заметить, тебе все равно не нравится, как я готовлю, завтрак это самый важный прием пищи за весь день, пришлось даже подняться со стола, чтобы таки вырвать законную порцию, так, вода из крана текла под таким напором, что разбивалась обракованную, летел брызгами во все стороны, вот уже школьная форма Химитсу намокла, и кое-где появились мутные пятна, на что мне делать в полицию идти, она не ответила, я не говорю, что тебе показалось, что ты все придумал, просто реально жизнь куда сложнее, откуда тебе знать, опять начинается глухо, ответила она, кажется, все-таки не стоило так упорно над ней прикалываться, я медленно подошел, обнял Химитсу сзади, ну извини, тихо прошепнула на ухо, никак он не надо, она попросит освободиться, но не уверена, без усилий, словно не до конца понимая, хочет ли этого на самом деле, такие проявления близости не были для нас чем-то из ряда вон выходящими, не знаю уж, как на это отреагировали бы типичные японцы, но Химитсу привыкла, а уж я и подавно, но только в последнее время стал замечать, что в наших отношениях что-то начало меняться, может быть потому что вернулась Катерина, а может просто потому что мы стали старше, и то, что было нормально в начальной школе, теперь имеет куда большее значение. Ладно, пошли уже, а то опоздаем, тем временем оправдываться не было совершенно никакого желания. Я отпустил Химитсу и отошел на пару шагов. Хорошо, только забегу, переоденусь. Как ни в чем не бывало, ответила она, показывая намокшую школьную форму. Посмотри-ка в окно. Я стою на улицу и ждал Химитсу. Типичное утро в этом районе, ничего подозрительного. Уверен, что ей вчера показалось. Впрочем, записки, звонки, мне трудно стало не по себе. Пошли? Химитсу вышел из ворот своего дома в чистой сухой форме. А что, нам разве несколько комплиментов выдавали? Комплектов, точнее, выдали. Конечно. И что, у меня тоже есть запасной? Конечно, лежит в шкафу. Я хотел спросить, как он, но тут же осёкся, мне стало неуносимо стыдно за мое сегодняшнее поведение. А на чем он так прикольнулся, что она прям так сильно уж обиделась? Вот это вот странный момент был, на самом деле, как на мой взгляд кажется. Типа, блин, такой характер, я не знаю, как бы вам сказать. Это, наверное, не похоже на Кагама, но, блин. Она что, тоже сложный такой человек? Ну, это тут проявление любви всё описывается, на самом деле. Поэтому, ну, ладно. Я хотел спросить, как он тут же осёкся, и мне стало неуносимо стыдно за мое сегодняшнее поведение. Да и вообще за свое отношение к ней. Оу. А мы ещё идём? А вот та самая романная. Мы остановились возле моего любимого ресторанчика. А-а-а. Без интереса протянула Химису. Давай как-нибудь сходим. Никакон, я сколько раз говорила. Нет, ну просто ты всё время готовишь, а тут для разнообразия. Всю дорогу выкрутилось столько мыслей, столько фраз, вертелось на языке, а сейчас я мямлю, что-то невразумительное. Это свидание? Ехидна спросила. Ну, чё-то не видно, что это она Ехидна спросила. Ну, да, наверное. А я сделал всё только хуже, потому что Химису покрасняла по силу голову так низко, будто извинялась. Хорошо. Когда-нибудь... Ладно. Я в школу шёл буквально в темпе спортивной ходьбы. Тыц-тыц-тыц. Химису еле-еле успевала за мной. А вот и всё. В классе сегодня было откровенно пустовато. Подождите, мне надо сохраниться на самом деле. А то мало ли что случится, что-то я не так сделаю. Давайте-ка всё-таки сохранимся. Куда бы сохраниться? Куда бы? Куда бы? Вот сюда. Да, давайте. Будем дальше смотреть. Короче. Может... Химису раскроется, блядь. Да ёбаный хуй! Сколько тут написано? В классе... В классе сегодня было откровенно... Что? Тут реальность... Линии по-другому прям расписаны, что ли? В классе сегодня было откровенно пустовато. Пятница, ничего удивительного. Ну и что я тогда здесь делаю? Привет. А вот и киоски тут как тут? Ну привет. Что-то ты хмурый, с утра всё в порядке. Лучше не бывает. В связи с ним я ещё раз кинулся в классный парк. Подождите. Не, это было, по-моему. По-моему, это было. Что-то ты хмурый, с утра всё в порядке. Лучше не бывает. В связи с ним я ещё раз кинул взглядом классный парк. Так это не было пусто. Химису с самого утра увела мои мысли в сторону от неё. Специально, где случайно ли? Однако вчерашний экспорт всё ещё стоял перед глазами всех деталях. А вот сейчас-то он оказался у меня каким-то особенно важным. Словно битва двух страшных чудовищ из деревни греческой мифологии. Ля. Словно, словно. Я не понимаю. На самом деле, мне одного раздражает. Что каждый раз описывается словно, словно, словно. Математически она сделала лицо, как будто она решает математическую задачу. Ну, я понимаю один раз написать. Но столько раз писать, это уже реально запомнилось. И опять же словно. Не, ну, просто много очень реально написано словно, 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 словно. Может, просто не надо писать словно. Я что угодно тоже могу написать, на самом деле, словно битва двух страшных чудовищ. Из деревней греческой мифологии. Я тоже могу написать. Это особо важное, словно, там, я не знаю, как бы сказать. Футбольный матч, к примеру. Вот такой серьезный. Не знаю, хз. Не видел сегодня, Катерин. Нет, а что такое? Да ничего, просто спрашиваю. Просто, значит, мягская ухмылка растянулась от уха до уха. Улыбка, точнее, растянулась от уха до уха. Хе-е-е. Да, просто я стараюсь не реагировать на провокации. Ник, мы же так и не поговорили. А ведь уже четыре дня прошло. А нечем говорить. Внутри меня все начинало закипать. Нельзя было допустить еще одного сырого, подобно вчерашнему. Нечем поговорить. Нечем говорить. Потому что я знаю не больше твоего. Ладно, но если тебе что-то понадобится, конечно, я в курсе, куда обратиться в таком случае. Только не к нему. Точно не к нему. Я встал и подошел к Майку, который по традиции читал книжку. Да ладно, это шут новая уже идет. Привет. Памятую о том, что он оговорил ему, я стараюсь выйти максимально дружелюбно. Но все-таки не слишком. Он поднял голову сахарки внула. Как дела? Ну, это как посмотреть. Я это не читал, я считал, подожди. Нет, это... Нихера, нет, это я не читал. Ну, это как посмотреть. А как посмотреть? Это зависит от того, что ты имеешь в виду. Прикладная аниме философия кирска это, конечно, удовольствие ниже среднего, но напускной претензионный... Аааа, сука, витам, блядь! Окей, блин, я не люблю такие фразы читать. Вот хоть убейте, блядь, просто ненавижу. Прикладная аниме философия кирска это, конечно, удовольствие ниже среднего. Но напускной претензионный псевдо-буддизм от Майкла тоже в состоянии вывести из себя любого. Ладно, вижу, что болтать не настроен, хотел спросить, не видел Кэтрин? Нет. Понятно, спасибо. Дальше продолжить разговор было незачем. Конечно, Майкл не стал бы накидываться с расспросами, но ему это и не нужно. Он может залезть в душу по-другому. Окей, буду знать. Серьезно, блядь, это реально новая линия прописана, типа? Реально? Мне что, много читать, что ли, придется? Я попросю еще несколько одноклассников, но без результат. Наверное, стороны моей потуги выглядели странно, но мне было наплевать. Да и все уже давно привыкли к тому, что от меня можно ждать чего угодно. Однако мысль открыта никак не давала покоя. Ведь, зная ее, уехала не попрощавшись. Вернулась, не предупредив. А что, если вчерашняя Соро с Кемицей станет последней каплей? Естественно, ей придется остаться в Японии, но вот сменить школу. Это запросто. Ведь я даже не знаю, где она живет. Конечно, они с матерью могли запросто заселиться в старую квартиру. Но мне казалось, что не бывает в жизни таких счастливых совпадений. Однако в школе должны быть ее данные, в том числе домашний адрес. А это значит, что можно попробовать поискать в учительской. Я был там не раз. И примерно представлял, где что, где храниться. Сейчас учительская будет. С другой стороны, сейчас самый разгар учебного дня велик резко, что меня поймают. Да и где-то раньше, что мне удастся среди горбумаг найти именно ее личное дело. Я глупо переминался с ноги на ногу, и никак не мог решиться. А тем временем на звук осталось всего каких-то 5 минут. Ничего не делать. Я не хочу ничего делать, серьезно. Ничего не делать. Нет, все-таки глупая затея. Никто мне не скажет ее адреса. Надеюсь на то, что в учительской никого не будет. Это того глупее. Ну вот именно. А, серьезно? Я просто бродил по школе, вскоре оказавшись в столовой. Звонок уже прозвенел, так что торопиться на урок не было никакого смысла. Чтобы скакатать время, я взял чашку зеленого чая и булочку с джемом. А, Салтян! Мы сейчас, по-моему, будем разговаривать, да? Кстати, да, точно. Я уже забыл, я в дымке это и видел. Чтобы скакатать время, я взял чашку зеленого чая и булочку с джемом. Столовая была пуста, за исключением одного стола, за которым сидела девочка. Я присмотрелся и узнал Салютян. Одноклассник свой посоветительству лучше подруга Химицу. А вдвоем всякое веселее, чем одному. Салатян. О, привет, тоже забиваешь? Если он напротив фольяжда, развалившись на столе, давайте, как я сейчас, так вот, да. Анохин-сан? Да просто ник. Я безоруживающе ловнулся, но на нас это явно не подействовало. У нас сейчас урок физкультуры, я на днях ногу потянула, а вот почему ты здесь, когда у всех идут занятия? Да, слабся, сказал же, забиваю. Это так типично. Откровенное презрение ко мне боролось. А, я сейчас. Откровенное презрение ко мне боролось в ней с нормами приличия, требующим безоговорочно уважать старших. Пусть даже старше всего на год. А, ну. Вообще, если подумать, она почти всегда так относилась ко мне. А причина этому химицу? Сая считала, что я плохо обращаюсь с ней, не уважаю ее, игнорирую и чувствую. К сожалению, по большей части она была права. Ну, ладно тебе, что опять начинаешь, как там химицу, кстати. Не зли тебе, правда, интересно. Нет, естественно, неинтересно ее только утром видел. Ну, а что еще сказать, когда это каждое мое слово воспринимаешь в штыки? Тебе кажется. Ничего, мне не кажется, просто уверено, что все должны вести себя так, как ты считаешь правильным. А было бы неплохо, высмертнулась она. Ладно, вижу, ты рассказывать не настроенно, тогда я пойду. А зачем приходил-то, ссориться? Я уже собирался вставать, но решил все-таки добиться победы в этом глупом споре. Нет, блин, на тобой поиздеваться, все же на уроках больше не над кем. Ну. Так уже и не над кем? Именно так, не решай за других. Я просто, просто уверена, что права. Это так типично. Пф, блядь. Ну окей, передразнил я ее. И повезло же Химитсу, и повезло же Химитсу с тобой. Ну, у нее хоть кто-то есть, а ты что? Твой же еще захлеб... Сейчас, подожди. Ты серьезно? Николя, остановись. Ну, у нее хоть кто-то есть, а ты что? Твой же еще захлебнется любой мужик на первом же свидании. Губки Сэй дрогнули, наверное, благотого заплатить. Похоже, я перегнул палку. Ладно, извини, но ты сама начала. Пф, сука, блядь. Теперь девочка выглядела совсем жалко. В конце концов, она же просто ребенок вряд ли в жизни испытывала какие-то серьезные потрясения, показная надменность и самоуверенность лишь защитная маска скрывающая комплексы. К сожалению, приходилось признать, что красоту из Сэй в японские буги не наедели. Иногда говорят, что девочки выбирать себе подруг пострашнее, чтобы с них они казаться симпатичнее. Да, наверное, не уверен, что Химица когда-нибудь задумывалась над этим, но факт остается фактом. Ну, прости. Козел, сволочь, идёт, подва, сука, гнида! Этот мем, я вспоминаю, а ну иди, мать твою, я тебя сам, ах, ну, блюдок, мать твою, она не из чертов педы, лопадла там, грязь, или как там, и мыло называется, или как это, не, короче, мем, вы поняли. Она вскочила со стула, бросила меня на недоедливую булочку, побежала к выходу из столовой. Ну вот и поговорили. Наконец-то. Руки шли своим чередом, в классе было непривычно, тихо. Я не узнал адреса Кэтри, не знал я так же, почему ей сегодня нет в школе. Впрочем, что в этом странного? Она исчезла из моей жизни, но плата какой-то, тут всего один день, я уже развожу панику, неприятное чувство, как будто ничего не изменилось после возвращения. Да и ладно. Я все так же рефлексую, накручиваю себя, просто теперь у меня появился реальный повод добиваться разговора с ней, выясняю, выяснение отношений, реальный повод для надежды. И нет переди осязаемой цели, нет сценариев поражения или победы, есть только серые дни, следующий друг за другом, как серый облака по ней был дождливый день. А, все правильно написано. Я не верю, что все будет как прежде. Мне верю, чтобы быть значительно хуже, потому что хуже уже и быть не может. Мне просто хочется, чтобы меня поняли. Может быть, тогда что-то изменится. Ага, вот оно как. Я тоже хотел бы, чтобы меня поняли, кстати, но что-то, я думаю, человек не хочет дальше меня слушать. Мне просто хочется, чтобы меня поняли. Может быть, тогда что-то изменится. Я чувствую себя смертельно больным человеком, которому она стала жить каких-то 50-60 лет. Может быть, в такой ситуации надо стараться ухватиться максимум от жизни, стараться проводить каждый день как последний. Да только все равно, почти любой на моем месте опустит руки, зачем пыжиться, если конец неизбежен. И лишь одно поможет изменить что-то в моей жизни. Вера в то, что все, что я делал, не напрасно. Что все это было нужно не только мне, но и кому-то еще. Возможно, даже извинения, но наверняка где-то глубоко в душе я ждал их. Хотя уже давно перестал надеяться. Смотрите, все смотрите. Я не просто сдался, бросил оружие и прекратил борьбу. Да, я проиграл, но сражался до конца. Сделал все, что мог. Мне вновь и вновь казалось, что все оказывающие мочлевые сидят надо мной. Даже Майкл, даже киоски. Ведь они знают, какой я неудачник. Если бы они только поняли. Не смеются Лички Митсу. Ведь она всегда была рядом. Она видела все от начала и до конца. Она понимает. Ей не наплевать. Она как медсестра на поле более заботящейся о поврежденных, но еще и о живых бойцах. Но почему же тогда я не могу любить ее так, как до сих пор люблю Кэтрин? Словно, какие-то цепи сковывали в мою душу. Цепи долгой, что задавляет из последних сил и побываться в бой, забыв об истинных причинах сражения. Словно, какие-то цепи сковывали в мою душу. Словно, какие-то цепи сковывали в мою душу. Цепи долгой, что заставляет из последних. Ну почему же тогда я не могу? Ну почему же я тогда не могу любить ее так, как до сих пор люблю Кэтрин? Словно, какие-то цепи сковывали в мою душу. Цепи долгой, что заставляет из последних сил рваться в бой, забыв об истинных причинах сражения. Отчизна, религия, любовь. Легко придумать повод героически умереть, оставив свой след в истории или хотя бы в памяти близких. Куда сложнее придумать причину жить, когда абстрактное понятие основности ад, развеющейся над вражеской крепостью, исчезает в мутной дымке серых будней. Куда сложнее придумать причину жить, когда абстрактное понятие словно стяг, развеющейся над вражеской крепостью, исчезает в мутной дымке серых дней. В моей жизни не было смысла, я лишь хотел, чтобы признали мои заслуги в минувших битвах. Оставленный всеми, ослепленный отгоревшими всполохами некогда великого чувства, я бесцельно бродил по опустевшему полю битвы. И уже не верил в то, что меня сможет спасти Химитсуа. Зачем мне нужен смех сильно больной коллега? Не верил я и в то, что смогу вновь найти свое оружие и на ощупь броситься вперед в далекой-далекой цели в надежде не выиграть. Но умереть, обретев последние секунды счастья. О, господи. Я уверяю, это как-то сплетит. Я не знаю, мне такие тексты никогда не нравились вообще. И нет, заснул что ли? А? Я вообще был ускоренен к рефлексиям, но все же они не управляли моей жизнью, оставаясь на неком экзистенции. Я как будто, честно говоря, читаю вот Элл Мэг, у меня такое ощущение, как будто я читаю какую-то философскую книжку. И ты, блядь, это так утомляет, серьезно, ну... Вообще был ускорен к рефлексиям, но все же они не управляли моей жизнью, оставаясь на неком экзистенциальном уровне. Иначе бы уже давно спи, спил, селена, нажил на себя руки. Ты, конечно, обычно и так, не душа компании, но сегодня она тебе просто жалко смотреть. Ну, спасибо за участие. Это все из-за Кэтрин. Кирске пересел на краймые парты, она заскрипела и даже слегка прогнулась. Брэнк. Ты, блин, жертвяй, землетрясение хочешь устахнуть? Я толкнулась в сторону. А вы, как всегда, радуйтесь жизни, к нам подошел Майкл. Ну, займите, не скажу. Ладно, пойдемте, поедим, что ли. Выпьем, как сказал бы. Хотя, хотелось просто ненадолго отвлечься от тяжелых мыслей. Погнали. А, опять есть. О, и девка здесь. Сегодня столовой не пришлось толкаться. У Кирски знал... Сегодня в столовой... Подождите. Сегодня в столовой не пришлось толкаться. У Кирски знал все лазейки, обходные пути, да и отношения с продавщицей, но такого упитанного молодого человека были прекрасными. Оу. Мы восседали посреди зала, как короли, о чем японский друг углядел особенно потешно. Все это немного подняло мне настроение. Смотрели вчера игру? Спросил Майка у ленивого ковыряя ложкой рис. А то, само собой, вот в третьем ининге... Что такое ининг? Матч уже в третьем раунде, что это? Как это? Что это вообще такое? А то, само собой, в третьем ининге я никак не понимал увлечения японцев бейсболом. Кстати, я вообще тоже не понимаю, как это ересь. Или, скорее, я не понимал, я суть самой игры. Я сам тоже не понимаю. Конечно, несложно запомнить правила, но мне всегда были интересными оказались традиционные виды спорта. Футбол, баскетбол, хоккей. А тут Майкл и Кёрский, Америка, Япония. Возможно, единственная из страны, где вообще популярен бейсбол. Кстати, да. Ну и Англия, наверное. Так что ты их разговоры начнешь от колена скучать? На что вы заладили? Предложили другую тему? Я взмуть ему, приехал в Майкл. А, да какие у меня темы? Настроение вновь стало хуже некогда. Недавние рефлексии обуяли меня с новой силой. Ник, ну так же нельзя. Сочувствованный проблогнил Кёрский. Согласен, надо любой ситуации мыслить позитивно. Я был взмотан морально, просто устал от всех этих мыслей. Так что злиться на них у меня сил не осталось, блядь. Реально, это говорит человеку, типа, заметьте радость, чувак. Типа, серьезно. Я не хочу говорить дебилы, но не надо так говорить. Не, ну как-то по-другому сфоглимировать, что ли, я не понимаю. ХЗ. Это не то, это хрень. Это не аргумент. Чтобы вы понимали. Иногда достаточно и просто, и простой поддержки. Даник, может твои друзья? Эх, ребята, не все так просто. Психологи уверяют, что нельзя все держать себе. Так, а учительное, сказал Кёске. Что-то я тут не вижу психологов. Иногда выговорится можно близкому человеку. Майкл выглядел как будто невозмутимым. Конечно, нет ничего странного в том, что друзья пытаются мне помочь, но меня никак не останавливало мысль, что я не преследую какие-то свои интересы. Возможно. Ну ладно, посмотрим дальше. Если говорить о Кёске, то тут понятно. Любопытство. Он как рыба прилипала. Питается слухами, сплетнями о чужой жизни. Да что там, у него даже есть некое подобие своей информационной сети в школе. Хочется верить, что в этой сети не начнутся пересуды и о моей жизни. Но если с Кёске все было в чем-то ясно, то вот Майкл, он старательно делал вид, что интересуется моя ситуация постольку, поскольку, ну почему-то мне казалось, что все далеко не так очевидно. Ну, он же интересуется какой-то... И, конечно, он интересуется, типа, одной бабой. И птиц колотить. Он старательно делал вид, что интересуется моей ситуацией постольку, поскольку... Но почему-то мне казалось, что все далеко не так очевидно. Ну, допустим... Ты не совсем в курсе... Ой, сейчас. Ну, допустим, ты не совсем в курсе. Я не сразу подобрал слово. В курсе предыстории. Возможно. Холодно ответил он. Так мы расскажем, где лов-то. Хватило и малолетного взгляда, чтобы Кёска тут же замолчал. Сука! Окей. Это не секрет, ты не подумай. Просто действительно, что мне скрывать. Наши, прошу, отношения с этой не тайны. На самом деле, многие в школе знают про них. А я веду себя так, как будто хочу сберечь что-то сокровенное, ведомое только мне. И, может быть, Кате. Это глупо, но в тот момент я и не мог поступить по-другому. Неприятный разговор как-то само собой сошел на нет, и мы закончили до обеда относительно спокойно. Ну и ладно. А что дальше там будет? Выкидя, не смучительно долго. Наконец, и последний звонок. Я медленно соберу учебники и тетрадки. Около моего стола уже материализировалась сона, вынырнув из трансфакт по химицу. Что такое трансфакт? Трансфакт, термин из селены и звездного пути, обозначающий технологии, позволяющие преодолеть ограничения стандартных форм двигателей, в общем, очень быстро. И как он, пойдем домой? Она мило улыбалась. Мило, как всегда, и, пожалуй, куда милее, чем последние дни. Я не имел ничего против этого, но мысли о том, что я так и не выяснил, куда пропал Гейт, они давали покоя. Но что предпринять? В логичном оказались всего два варианта. Пойти туда, где она жила раньше, и попытаться разыскать ее мать. Но нет. С одной стороны, были некоторые шансы, что они вернулись тоже в практике, где жили раньше. Подождите. Логичными оказались всего два варианта. Пойти туда, где она жила раньше, и попытаться разыскать ее мать. С одной стороны, были некоторые шансы, что они вернулись в ту же квартиру, где жили раньше. Почему нет? Ведь квартира наверняка посольская. С другой, ее мать, все-таки человек достаточно известный, так что, по идее, я смогу ее найти без особых проблем. Но в то же время, противно было сразу бы нашептывал, что как-то нет в школе всего один день. А рановато для паники? А, подожди-ка. Ну-ки. Эй, прием, земля вызывать никаку, на... Да, извини, я задумался. Я задумался, я задумался. А, задумался, да, я задумалась. Чуть-чуть читаю. Да, извини, я задумался. Проверить старую квартиру, как это пойти домой с Химитсу? Пойти домой с Химитсу? Пойти домой с Химитсу-тямом. Пойдем, 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 пойдем. Вот как страна получается. Ждал полтора года, а теперь и один день потерпеть не в состоянии. У Кэтлин могут быть десятки причин, чтобы пропустить сегодня занятия. И наверняка почти все они никак не связаны со мной. Пойдем. И мы пошли домой. Та-да-да-да-да. Химитсу выглядело какой-то чересчур довольный. Я же хотел спросить, что случилось, но не решилось, условно по привычке придумывать правдоподобное вранье, что угодно, чтобы не говорить ей правду. Катя, чего мне сейчас-то бояться? Ведь я решил не суетиться по поводу Кэтлина. Наверное, просто слишком привык скрывать от Химитсу свои стены, чувствовать в тщетных попытках при ней причинить ей боль. Никакой, на чем думаешь? Но я... И вот опять. Да так, о школе осталось-то всего ничего, а потом взрослая жизнь. Я улыбнулся, чтобы несколько сгладить кажущиеся серьезно с темно. Блин, что это с моим голосом? Давно пора. Но я же не ты, у меня все сложнее. Это почему вдруг? Ты же давно выбор сделал, будешь учителем русского языка. А я пока не знаю. Химитсу чего-то покраснела, но продолжала, продолжала, и все так же пристально смотреть на меня. Хотя она смотрит вниз, ну ладно. Лучше раньше, чем поздно, да и времени подготовиться у меня больше. А у меня типа меньше, что ли? Чего? Лучше раньше, чем позже. Для времени подготовиться у меня больше. Да кто же спорит, только это все хорошо, когда заранее знаешь, кем хочешь стать, а вот я, дай часа говоря, не хочу я никем становиться. Никакун. Пойду работать продавцом магазине на минимальную ставку, а по вечерам буду напиваться до беспамятства. А, блядь, точно, извините, почему я туплю? Она же на год младше меня, да. А я думаю, а что тут написано, чего у нее и времени-то больше, извиняюсь. Пойду работать продавцом магазина на минимальную ставку, по вечерам буду напиваться до беспамятства. Никакун. Ладно, ладно. Если я стану учительницей, то мы могли бы... Окончание фразы повис в воздухе. То есть ты мог бы... Что? Химитсу окончательно запуталась в своих недомолках. Ведь раньше у тебя были мечты и стремления. Это когда же? Рассмеялся я. Раньше она из-за всех сил топнула своей маленькой ножкой и остановилась. Полтора года назад. Что-то не припоминаю. Конечно. Она явно говорит про то время, когда мы были еще вместе с Кэтрином. Ну, как сказать? По личному опыту... Конечно, ничего не изменилось, но тяжеловато. Видимо, а ему еще тяжелее. Ладно. Она явно говорит про то время, когда мы были еще вместе с Кэтрином. Таким я тогда хотел стать. Тоска и боль слона застерли из памяти все остальные воспоминания. О, настолько прям! Ты в аварию же попал? Подожди. Нет, конечно, я помню то, как мы нам хорошо было вместе. Мгновение радости и счастья. Но при этом совершенно забыл какие-то бытовые, обыденные моменты. Становись в тот период моей жизни, зыклился на ней. Кэтрин, Кэтрин, Кэтрин. Что я тогда не ел, не спал, не ходил в школу, не общался с Химитсу? Ой, подождите, не так прочитал. Что я тогда не ел, не спал, не ходил в школу, не общался с Химитсу? От досады я до крови прикусил губу. Тебе тогда только одно волновало? Что? Ты знаешь, что? Это стандартная женская отголовка внезапно просто все как нельзя более уместно. Химитсу, ну хватит, не начинай опять. Что, хватит, что не начинай? Пожалуй, я настолько привык додумываюсь за нее, что уже автоматом приписываю ей то, что она вовсе и не говорила. Я не хочу ссориться, тем более нет совершенно никакой причины. Прозвучало совсем неубедительно, поэтому я решился на крайние меры. Я же сейчас тут с тобой, не бегаю за Кэтрин. Право положить конец нашей любовной игре. В эфемизме. О, вот она как. Пора положить конец нашей любимой игре. В эфемизме. Эфемизме, точнее. А где же тебе еще быть? У меня же она спокойно среагировала. Ты же все-таки не враг себе. Ну если ты так ставишь вопрос, она улыбнулась уверенно, заширала в сторону дома. Что-то вообще было такое? Ну радостное, а что-то сказать. Химитсу сидел в моей комнате и делал уроки, а я лежал на кровати и читал мангу. Блядь. Ой, ладно. На эту серию нужно закончить. Ладно. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не просто следующее... Я уже заговорился, извиняюсь, следующее видео. С вами был Никетсу, моя какая-то. До свидания и будем дальше наблюдать за развитием событий.